КОФЕ НЕСКАФЕ Что и вам рекомендуем. Просыпайтесь, мы вам сегодня расскажем о том, как петь, чтобы увидеть Париж. Расскажем о том, что такое кроссфит и как им правильно заниматься. И еще о том, как же развлекаются современные сталкеры. Об этом и о многом другом прямо сейчас. Но сперва о сегодняшнем дне в истории. 28 июня 1940 года в результате ультиматума, выдвинутого Советским Союзом румынской стороне, территория Бессарабии, оккупируемая Румынией, с 1918 года была полностью освобождена. Долгие годы эта дата была очень важным праздником для жителей нашей страны. Пока в 2010 году Росчерком Пира, исполняющий обязанности президента Республики Молдова Михаил Гимпу, не постановил, что 28 июня 1940 года – это день советской оккупации. В 1946 году на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа». Для своего времени «Победа» была прогрессивным изобретением и отличалась великолепной отделкой и оборудованием. Бескрылая форма кузова позволила расширить пространство салона, предоставить больше комфорта и места пассажирам. На Горьковском автомобильном заводе «Победа» выпускалась до 1958 года и всего было выпущено более 240 тысяч автомобилей этой марки. И в продолжении транспортной тематики. Про карусели ходит очень много слухов и суеверий, про них написано множество рассказов, но все они сходятся в одном. Есть в этом что-то особенное, карусель – штука все-таки хитрая. И катание на ней определенно что-то меняет в этом мире. А сегодня пусть будет день карусельной лошадки, на которой просто обязан прокатиться даже каждый взрослый в нашем мире. Ой, ну когда взрослый катается на карусельной лошадке, это вообще прекрасно. Ну и пару слов о именинах. Сегодня именины отмечают Григорий, Ефремов, Густин, Феодора и Амос. В Молдове отметили День музыки, который ежегодно празднуется в июне во Франции. В нашем городе отметили Вечер французских песен. Прошел он под девизом «Музыка» – это единственный посол, не нуждающийся в переводчике. На фестивале выступили лауреаты вокального конкурса «Шантона Мишта», переводится как «Споем друзья». Волнение, оценка жюри, распределение призовых мест остались позади в марте. Сейчас уже не конкурсанты, а победители собрались не соревноваться, но провести праздничный вечер объединяющей силы музыки. На фестивале то и дело была слышна французская речь. Сюда пришли педагоги, композиторы и просто ценители искусства. Цель этого праздника была донести до каждого музыку и, главное, показать, идентифицировать молодых тех людей, которые любят музыку, разные жанры. Многие исполнители готовились к празднику очень тщательно, брали уроки вокала и уроки французского, учили тексты песен и работали над произношением. Мы должны объединиться вот под этим девизом «музыка», и каждый язык, он имеет свою музыкальность, свою специфичность, и особенно французский язык, он очень музыкальный и очень мягкий. Тонкость французского и изящество нот на конкурсе продемонстрировала Алина Самонати. Она исполнила песню «Патриси Касс» «Мадемазель Шантеля Блюз». Ею и открыла нынешний праздник. Убедила девушку в марте жюри своим артистизмом и вокальными данными. Легкое черное платье, изящные манеры, шляпа помогли создать гармоничный образ. Алина выиграла гран-при и поездку во Францию. Я очень рада, что благодаря этому конкурсу смогут прячаться в Париж. До сих пор я уделяла большое внимание учебе, профессиональной карьере и не думала о путешествии. День музыки во Франции празднует более 30 лет. В этот день песни звучат везде – в концертных залах, на улицах, в квартирах. А в Молдове это событие стали отмечать несколько лет назад. Не горит, не мокнет, не тонет, не мерзнет. Что это может быть? Это отнюдь не загадка. Это новая разработка российских ученых. Специальная ткань, которую они представили совсем недавно. Эта ткань может применяться благодаря своим свойствам в различных сферах, но в первую очередь о ней мечтали спасатели. Сказочные доспехи. Иначе костюм спасателей пожарного, который можно применять даже в Арктике, не назовешь. Он одинаково хорошо защищает от экстремального холода и от дикой жары. Технология внутренних слоев известна. Мембранные материалы наподобие тех, что применяют в спортивной одежде. Главное же ноу-хау – ткань, что на поверхности. Состоит из композиции аримидных и аромидных волокон. И она позволяет выдерживать диапазон температур фактически от минус 120 до плюс 400 градусов. Плюс 400 – это то, что написано в технической документации. Но разработчики явно перестраховались. Проведем эксперимент и усилим нагрев больше, чем втрое. Предыдущие поколения материалов от такой жары просто исчезают. Но здесь все иначе. Впрочем, наш лабораторный опыт – ничто по сравнению с тем, что провели сами разработчики. Происходящее больше напоминает огненное шоу. Чтобы снять такое, потребовались 250 литров пропана и услуги профессионального каскадера. Но ткани-то испытывают не только на стойкость к высоким температурам. Еще ее подвергают глубокой заморозке. Это климатическая камера, температура внутри которой составляет минус 60 градусов Цельсия. Собственно, в ней мы проводим испытания нашей защитной ткани, которая при взаимодействии с водой не должна становиться хрупкой. После сильного охлаждения материал тестируют на разрывной машине. Он не должен становиться хрупким и терять гибкость. Как видите, материал остается мягким даже при таком минусе – 196 градусов. И, наконец, еще одно полезное свойство – он отталкивает воду. Этот костюм не промокает. А если получится так, что даже и вовнутрь попадет вода, все равно свойство его не поменяется, он не потрескается, не поломается. И свою задачу спасти жизнь спасателя в этих экстремальных условиях, он свою задачу выполнит. Небольшими партиями эти защитные костюмы уже поступают спасателям. А в лаборатории думают над следующим, буквально космическим проектом. И собираются создать ткань, что идеально подойдет для новых скафандров. Ученые одного из университетов Сеула выяснили главную опасность долгого сна для мужчин и женщин. Но я понимаю, что мы, как утренние ведущие, не находимся в группе риска, и слава богу. В исследовании приняли участие люди в возрасте от 40 до 69 лет. Ученые собирали информацию о их образе жизни, наличии спортивной составляющей их жизни. Кроме того, о диетах и всевозможных заболеваниях. И специалисты выяснили, что оптимальная продолжительность сна для людей этой возрастной группы от 6 до 8 часов. У людей, спавших менее означенного времени, фиксировалось резкое повышение уровня сахара в крови. А у тех, кто наоборот, спал больше остальных, происходил скачок холестерина. Также эксперты установили, что слишком короткий сон оказался вреден для мужчин. А для женщин, оказывается, вреднее сон продолжительный. Специалисты отметили, что люди, которые спали менее 6 часов или больше 9-10 часов в сутки, чаще всего страдали метаболическим синдромом. Кроме того, любители поспать рискуют заполучить букет хронических заболеваний. Помимо этого, столкнутся с нарушениями работы мозга и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну а как быть красивой, даже если у вас хронический недосып, об этом знает Кристина Курачева. Посмотрим в нашем следующем сюжете. Синий и голубой Вызывает доверие и формирует впечатление серьезности. На протяжении веков он играл только главные роли. И надо отдать ему должное. Играл гениально. Это самый холодный цвет. Он ассоциируется со сдержанностью, доверием и профессионализмом. Данный цвет необходим, если нужно восстановить равновесие в жизни. Красный – это всегда вызов, страсть и риск. Он заявляет о себе громко и смело. Никаких полумер, только пик эмоций. Этот цвет буквально проходит красной нитью через работы многих выдающихся модельеров. Красный обожает Валентина. Его боготворили Диор, Коко Шанель. Оранжевый наполнен радостью, весельем и оптимизмом. Он вносит необыкновенное оживление и настраивает на позитив. Его дар привлекать внимание не имеет себе равных. Удивительно, но из всех цветов именно оранжевый до сих пор остается самым непонятным и недооцененным. В нашей жизни он иногда появляется благодаря быстротечным модным тенденциям. Желтый цвет открывает чувства, радует сердце и согревает душу. Он может быть возбуждающим и экспрессивным, но никогда унылым и скучным. Он подходит тем, кто не уверен в себе и тем, кому требуется привлечь к себе внимание. Особенно летом оттенки желтого бодрят и расслабляют одновременно. Зеленый цвет многогранен. Он может быть беззаботно веселым, изыскенно романтичным или по-военному строгим. Век за веком зеленый с завидным постоянством доказывает свою лояльность по отношению к другим цветам. Он не вытесняет, не стремится выбиться в лидеры. Он просто есть. И за это его любят и носят абсолютно все. Богатые и бедные, взрослые и дети, мужчины и женщины. Темные оттенки демонстрируют решительность и силу. Фиолетовый наполнен тайной и страстью. Изыскан и аристократичен. Расширяет воображение творческих людей. Его внутренняя энергетика не знает себе равных. И в Сен-Лоран сделал фиолетовый цвет самым роскошным и представительным в мире высокой моды. На сегодня это один из самых актуальных цветов. Ну и напоследок обсудим классику всех времен. Черный, белый и серый. Элегантный черный несет в себе огромную внутреннюю силу. Яркий, белый разливается чистым и целомудренным светом. А серый сама загадка. Данные цвета используют круглый год. Для них нет ограничений. Они могут быть сексуальными, элегантными, строгими и даже загадочными. И цветовое правило. Не давайте цвета управлять вами. Берите власть в свои руки. Научитесь обращать его лучшие свойства в свою пользу, чтобы всегда оставаться необычайно привлекательными. Четырежды избранный на пост мэра пёс выходит на пенсию. Собаке по кличке Дюк в этом году исполнилось 13 лет, что весьма немалый возраст для представителей его семейства. Пёсик выполнял обязанности мэра города Кэрморант штата Миннесота с 2014 года. Был четырежды переизбран, хорошо потрудился, но теперь состарился и выходит на пенсию. Кэрморант – городок небольшой, всего-то тысяча жителей, но он стал примером торжества справедливости и демократии. Мэр там переизбирается ежегодно, никакого застоя в верхах власти. И поучаствовать в выборах может каждый, кто найдет всего-то один доллар для взноса. Потом эти деньги уходят на благотворительность. И в далеком 2014 году пёс расположил себе практически всех жителей этого городка, оставив далеко позади своего главного конкурента – владельца местного магазинчика. В 2015 году пёс по кличке Дюк повторил свой успех. Помимо этого он даже успел поучаствовать в выставке, во всемирной выставке собак, получил титул «Собака года». Он, кстати, является гордым представителем семейства Пиренейских горных. В 2016 году Дюк снова стал мэром, а в 2017 еще раз завоевал любовь горожан. В общем, Дюк был хорошим мэром и за четыре года ни разу жалобы на его службу не поступало. Но, однако, всему хорошему рано или поздно, как известно, приходит конец. И теперь-то пёс уже не молод, ему не так-то легко выполнять обязанности мэра города, представлять своё правление в других государствах, в других странах, сиять на билбордах, участвовать в парадах. Тяжело ему. Устал. Утомительно. Он уходит на покой, что, следовательно, означает, что он будет жить на ферме своего хозяина по имени Дэвид Рик. Приятно, когда у тебя есть пёс, который является мэром города. Представляешь? Символичненько. Доброе утро, коллеги, и удачного дня всем вам, дорогие телезрители. В этот час мы уже готовы поделиться с вами некоторыми новостями. Сотрудники детсадов получат право на неделю дополнительного отпуска. Соответствующее соглашение до 2020 года подписала министр образования Моника Бабук совместно с председателем Федерации профсоюзов сферы образования и науки Геннадием Доносом. В дополнение к 28-дневному ежегодному отпуску сотрудники, работающие в яслях, детских садах и общинных центрах раннего образования, теперь смогут получить еще семь календарных дней отдыха. Соответствующее дополнительное соглашение коллективному договору на 2016-2020 годы было подписано министром образования Моникой Бабук, а также председателем Федерации профсоюзов сферы образования и науки Геннадием Доносом. Также, согласно документу, было принято решение о том, чтобы трудоустройство дидактического непреподавательского состава, административно-хозяйственного, вспомогательного и обслуживающего персонала производилось путем заключения индивидуального трудового договора, к которому будет прилагаться должностная инструкция. В ходе встречи Моника Бабук отметила важность сотрудничества между ведомством и Федерацией профсоюзов сферы образования и науки, а также подчеркнула, что общей целью является продвижение открытого и конструктивного диалога с целью улучшения существующей нормативной базы, способной обеспечить социальную защиту работников в сфере образования. В свою очередь Геннадий Донос выразил удовлетворение результатами, полученными совместной рабочей группой, которая разработала это дополнительное соглашение и отметил эффективное сотрудничество с министерством. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и совместно работать над улучшением ситуации в системе образования. Исполнилось 4 года со дня подписания соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Евросоюзом. Благодаря европейской поддержке наша страна получила гранты в объеме 900 миллионов евро, а также безвизовый режим. Не менее важно и то, что экспортеры получили доступ к рынку, состоящему из полумиллиарда потребителей, и что значительная часть молдавских товаров в Европу ввозится без таможенных пошлин. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике короткой строкой. Демократическая партия Молдовы ничего не выиграла от аннулирования местных выборов в Кишинеу и не намерена вмешиваться в работу системы правосудия. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель парламента Андриан Канду, находящийся с рабочим визитом в США. Также спикер отметил, что демократическая партия, членом которой является и он, не будет вмешиваться в дела правосудия. По словам председателя парламента, такое вмешательство недопустимо, и власть ни для кого не делает исключений. Тем временем, внимание властей будет сосредоточено на реализации реформ в области юстиции, которые помогут модернизировать эту систему, подчеркнул Канду. Начальник бюро по связям с диаспорой Ольга Копту подала в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Копту поблагодарила всех, кто работал с ней в команде, и отметила, что в Молдове еще предстоит сделать многое в вопросах, связанных с развитием страны, иммиграцией и диаспорой. Эта область, подчеркнула Копту, должна стать одной из приоритетных для государства, и ни одна стратегия страны не может быть разработана без учета граждан из диаспорой. Отметим, что распоряжение о назначении Копту начальником бюро по связям с диаспорой было подписано премьером Павлом Филиппом. Ранее эту должность занимал Валерий Туря. Молдова в списке стран, на рынке которых нет яблок местного производства, если не считать ранних сортов. Об этом сообщает аналитический портал East Fruit, где представлена информация о рынках овощей и фруктов от Востока до Евросоюза. Нет яблок местного производства и на российском рынке, а также на рынке Таджикистана. Чего, однако, не скажешь о Польше и Украине, где по-прежнему очень много урожая яблок 2017 года, несмотря на заморозки весной прошлого года. Отметим, что самые дорогие импортные яблоки на рынке Таджикистана, а самые дешевые в Украине. Около двух тысяч граждан Молдовы сдавали свою недвижимость в аренду без уплаты соответствующего налога со своих доходов в бюджет. Такие данные опубликовала Государственная налоговая инспекция. В ходе проверок налоговиков за первые пять месяцев с начала текущего года в бюджет поступило почти 400 тысяч леев от налогообложения физлиц, которые сдавали в аренду жилье третьим лицам без соответствующего контракта. Сумма платежей в виде уплаты налога со сдачи недвижимости в аренду составила свыше 340 тысяч леев. Штраф за просрочку уплаты данного налога достиг 38,5 тысяч, а штраф за неуплату налога составил 13,5 тысяч леев. Всего за отчетный период налоговики зарегистрировали 3750 контрактов о сдаче физическими лицами недвижимости в аренду другим физлицам. Учения по гражданской защите прошли в двух детских садах муниципия Камрад. В процессе учений сотрудники Управления чрезвычайных ситуаций и автономии отработали мероприятия по эвакуации детей и персонала при землетрясении. Руководители дошкольных образовательных учреждений продемонстрировали знания по ликвидации последствий землетрясения. Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, проводить спасательные работы по извлечению пострадавших из-под завалов и оказание им первой медицинской помощи. Также администрацию детсадов проинструктировали о правилах поведения на воде в летний период и по оказанию первой помощи при утоплении. В Тирасполе обсудили организацию проведения Приднестровского международного инвестиционного экономического форума, который состоится 11-12 октября. На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с политической стабильностью, экономической самодостаточностью и социальной справедливостью. Так, в блоке экономики будут отражены вопросы инвестиционного характера, вопросы, связанные с подготовкой специалистов для экономики, инфраструктурными изменениями, дорожными картами, бюджетно-налоговой политикой. Блок политики касается обсуждения хода диалога между руководством региона и гражданским обществом. А социальный блок затронет социальную политику государства за 2017 и 9 месяцев 2018 года. А теперь перейдем к новостям спорта. Легкоатлетка Александра Емельянова стала двукратной чемпионкой Балканских игр, которые проходили в турецком Стамбуле. Она завоевала две медали – в метании молота и толкании ядра. Так, в метании диска молдавская спортсменка показала результат 58 метров 26 сантиметров. Это почти на 8 метров лучший результат от турчанки Алзим Бечерек. Легкоатлетка из Молдовы Алина Андрицкий заняла третье место в метании молота, Алексей Олейник стал четвертым в метании копья, а Сильвия Ротарь заняла пятое место в беге на 400 метров. В июле спортсменки Андрицкий и Емельянова примут участие в Кубке мира в Финляндии. Ливни с грозами и шквалистый ветер. Такую погоду в Молдове прогнозируют синоптики. При этом столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Желтый код метеоопасности будет действовать до субботы 30 июня. Гидрологи предупреждают – из-за обильных осадков уровень воды в реках вырастет почти на метр и, возможно, подтопление сельхозучастков. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям призывает предприятия проверить и укрепить дамбы. Жителям страны напоминают, что для вызова спасателей следует звонить по единому номеру 112. Дожди пройдут и в соседних странах. В Румынии, на востоке и юго-востоке страны объявлен желтый код метеоопасности, а в некоторых регионах – оранжевый. Ливни прогнозируют и украинские синоптики. А на данный момент наш утренний новостной блок завершен. Всем еще раз желаю удачного дня и, коллеги, вам слово. Спасибо за то, что всегда держишь нас в курсе последних событий. Это были новости, ну а мы продолжаем наше утро. Борис Годунов. Фигура противоречивая, от этого не менее интересная. Историки до сих пор спорят о месте этой личности в истории России. Свой взгляд на это в первую очередь представят в скором времени российские кинематографисты. И в главный ролик кто бы вы думали? Сергей Безруков. Борис Годунов завораживает размахом и величием. Многосерийная драма создается по всем правилам эпического кино. Звездный актерский состав, уникальный реквизит, более тысячи костюмов и грандиозные декорации. Клубное место, спасские ворота, грановитая палата – все сделано на фантастическом уровне. Да, вот она, Красная площадь. Ищение, что это действительно, как в машине времени, переместилось в 16 век. Сергей Безруков с большим художественным тактом создает образ Бориса Годунова, показывая героя с неожиданной стороны. Роль первого на Руси избранного царя – сильная и противоречивая исторической фигурой актер считает большой удачей. Для актера подарок, когда ты можешь играть в становлении личности, причем совсем юного, молодого, полного честолюбия и планов, до человека, который приходит к власти и пытается, в данном случае, противостоять, может быть, какому-то уроку и судьбе. Создатели фильма погрузились во времена драматических событий и попытались понять, кем же на самом деле был Борис Годунов – мудрым политиком и реформатором или бескомпромиссным, расчетливым человеком, стремившийся к власти. В великолепных интерьерах будут приниматься судьбоносные решения и разворачиваться события, влияющие на ход истории. Слыхивала, народила она мне царевич. Роль эксцентричного самодержца исполнил непревзойденный Сергей Маковецкий. Мы, слава тебе Господи, не сделали того, что он пугает кого-то, что он злодей, что он страшен. Нет, мы постарались сделать его эмоционально странным. Да, он был не очень сдержанный человек, но кроме этой спульчивости он же все-таки живой человек. У него же есть ощущение ума и юмора. Раскрывая государственные тайны, авторы не забудут и о личной жизни правителя. Любовная линия станет украшением картины. Следить за семейной жизнью и развитием отношений Бориса Годунова и его жены Марии будет невероятно интересно. Светлана Ходченкова получила возможность исполнить несвойственную для себя роль и создала объемный образ, передав остроумие, силу и темперамент своей героине. Для меня эта героиня абсолютно неоднозначна. Отношения персонажа начинаются с невотеби, прям любви. С первого взгляда наоборот. Моя героиня холодно воспринимает и ухаживание, и потом уже брак, венчание с Борисом Годуновым. Но потом все это перерастает, конечно, в невероятную любовь, в невероятную драму. Зрителей ждет грандиозное кино, захватывающая авантюрная драма о судьбе одного из самых ярких и загадочных фигур российской истории перенесет на несколько веков назад и порадует великолепными актерскими работами, роскошным визуальным пиршеством и мощным интригующим сюжетом, оторваться от которого будет невозможно. Оказывается, до изобретения в 1440 году печатного станка реклама тоже была в ходу, но в виде голосовых объявлений. Голошатые ходили, кричали, объявляли. Сейчас же век новых технологий с приходом видеорекламы. В нашу жизнь у нас есть возможность наслаждаться ею, допустим, прямо сейчас в нашем рекламном блоке. Заброшенные места. Есть в них что-то такое мистическое. Именно поэтому у таких мест огромное количество поклонников, которые водят туда экскурсии. Отчеты о своих путешествиях выкладывают в сеть. Такие ролики набирают тысячи просмотров. Посмотрим с вами и мы. По-одиночке в таких местах не ходят. Впрочем, и толпами тоже. Хотя когда-то в аквапарк приезжали тысячи туристов, семей с детьми, и сейчас здесь только вандалы и сталкеры. Безлюдный ландшафт заброшенного парка развлечений. Это пострашнее комнаты ужасов. Кажется, что все грубом вымерло, и самое светлое навсегда осталось в прошлом. Зато какой простор для оператора с камерой. Я бы тоже не рискнула идти. Под тобой пропасть, страховки никакой. Мало ли что случится. А как насчет оказаться в пасти дракона? Чудовище развлеклось посреди озера. Поднявшись по бетонному пищеводу, не забудьте оставить на дыху отметку о посещении. А это один из старейших парков Японии. Открыт в 1961 году. Но когда рядом с Токио построили настоящий Диснейленд, страну грез закрыли, и теперь она напоминает сцены из парка Юрского периода. Главная достопримечательность – высоченные американские горки. Проржавели, наполовину сгнили, но авторы этого ролика готов на все ради подписчиков своего канала. У него их три миллиона. Если честно, стоит приехать в Японию хотя бы ради этого. Восхождение на американские горки такого у меня еще не было. В вершине открывается потрясающий вид. Точнее, открывался. Парк остался лишь в видеозаписях. Полгода назад все сравняли с землей. Жаль, конечно. Но время рушит гранитные замки и заносит песком города. Это Калманскоп, город-призрак в Намибии. В начале прошлого года в этих песках стали находить крупицы алмазов. Городок мгновенно наполнили европейцев. В пустыне выросли дома, школы, больницы, даже стадион. Но запасы алмазов быстро иссякли. Природа посмеялась над людьми. Занесла Калманскоп песком, тем самым, на который они возлагали столько надежд. Самая большая мечта фотографа – побывать в таком месте. Смертельно прекрасном месте. Игра света и тени, да и само место заставляет задуматься о том, что ничто не вечно, даже алмаза. Может искусство? Увы, и оно тоже подернуто тлением. Залы роскошного театра Орфио в Массачусетске уже полвека не слышали аплодисментов публике. Ложа пустует в ожидании очень важных персон. Театр не оправдал себя с коммерческой точки зрения и поэтому был закрыт. Как и этот отель класса люкс, его строили явно не для простых смертных. Интересно, кто мог позволить себе отдыхать здесь? И чей-то бюст стоит в зале. Действительно, многие интерьеры прекрасно сохранились. На полах ковры, в ресторане даже посуда цела. Рояль заботливо укрыт чехлом. А это зал караоке. Как будто гости только что вышли подышать свежим воздухом. И аппаратуру не умыкнули. Не факт, что она работает, но все же. Представьте, что еще недавно люди собирались здесь, потягивали коктейли, пели песни, а потом отправлялись в бассейн освежиться. Но не все объекты сталкером по зубам. Гостиница «Рюген» – самый высокий недостроенный отель в мире, еще не покорен. 105-этажный колозла. Вещи зависнут порталами Пхеньяна. Отходы к нему охраняют военные. Не забывайте, это Северная Корея. А это Северная Корона – наш российский долгострой. Гостиницы в Санкт-Петербурге хотели открыть к 300-летию города, не вышло. Говорят, в номерах уже и сантехнику подключили. Обогреватели пока остались на месте. Единственное, что, конечно, стены начали покрываться плесенью. Как видим, все было готово к тому, чтобы принять гостей. Но незваным гостям охрана не очень-то рада. Иногда любителям индустриального экстрима приходится делать ноги. Впрочем, разрешение они ни у кого не спрашивают и ходят без стука. Вот и законсервированное АЭС. Еще недавно в залуправление реактором пускали только избранных. Сегодня можно понажимать кнопки на пульте – ничего не произойдет. Заброшенная станция метро, подземные галереи, платформы, полы, по которым десятки лет не ступала нога человека. А сталкеры – не все. А эти парни проникли на заброшенный рудник в штольню, сбрасывали отслужившие свой век автомобили. За месяц этот ролик набрал более миллиона просмотров. Сумасшедшая фотосессия. Клянусь, мы сняли уникальное видео. Здесь сотни, может, тысячи машин. А сколько еще на дне? И мы сделали это. На некоторых объектах еще теплится жизнь. Заводской цех ни работников, ни станков. И лишь огромный кран-балка словно ждал своего часа. Ребята случайно что-то включили, и тут началось. Конечно, все эти путешествия на свой страх и риск. Понятно, что потенциально опасные объекты должны быть надежно защищены. Но раз со сталкерами бороться бесполезно, значит, нужно организовывать их. За рубежом это давно поняли и теперь устраивают экскурсии по таким местам с гидом, микрофоном и в полной экипировке для безопасности. Нечто подобное могли бы организовать и у нас. От желающих не было бы отбоя. Ведь есть, есть что посмотреть. К примеру, боевой корабль «Дружный». В Писме он 10 лет стоял у причала в Москве. Сначала хотели устроить в нем казино, а потом оставили на растерзание вандалом. Желающих спасти боевой корабль не нашлось. Дали на металлолом. А ведь можно было восстановить и с гордостью показывать тем же подросткам. Пусть для сталкеров он перестал бы существовать как объект, но одним музеем в стране стало бы больше. ЗОЖ нынче моден и спорт действительно входит в тренд. К счастью и к здоровью всех окружающих. Сегодняшним утром у нас в гостях атлеты и тренера по кроссфиту. Победитель чемпионата Республика Молдова по кроссфиту. И дважды победитель международных соревнований по кроссфиту в Москве. Маринченко Юрий и Леонид Носков. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Расскажите вообще, что такое кроссфит. Осветите, пожалуйста, этот вопрос, потому что не всем ясна вообще суть его. Ясно. Кроссфит это спорт силовой физической подготовки, функциональные движения, постоянно варьируемые. То есть под этим мы понимаем то, что в одном задании у нас могут быть задания из тяжелой атлетики, из гимнастики, из легкой атлетики, гиревой спорт и так далее. И все это, как правило, выполняется с высокой интенсивностью. Так, хорошо, с этим ясно. То есть обычных тренировок в зале уже мало? Или все-таки... Ну да, мы уже больше как бы стараемся разнообразить тренировки, чтобы они всегда отличались друг от друга. Получается, наша каждая тренировка не похожа на предыдущую. Тренировка отличается. Отличается ли результат? Ну конечно, да. С каждым днем, с каждой тренировкой мы прогрессируем. Иногда повторяем какие-то движения, чтобы посмотреть, насколько мы выросли за период. То есть интенсивность действительно тренировок таких дает больше пользы, чем обыкновенные? Конечно. У нас есть временные рамки, в которые мы должны уложиться и показать максимально... Ну в каждом комплексе разные рамки временные, да. Но в любом случае нужно сделать задание максимально быстро. Вот в этом. Хорошо. А почему же тогда об этой разновидности занятия стало широко известно у нас в стране только в прошлом году? Почему? Это относительно новый вид спорта. Мировой практики ему всего лишь около 20 лет. То есть это начало 2000-х. Соответственно, до нас он дошел, к сожалению, только... В последнюю очередь. Да, да, да. Может быть еще не в последнюю. Но я так понимаю, что вы делаете все для того, чтобы народ о нем узнал. Хорошо. А стоит ли всем повально увлекаться кроссфитом? Есть ли какие-то противопоказания? Ну противопоказания есть, только если это от врача и это если что-то очень серьезное. Если есть какие-то ограничения физической подвижности, и то можно индивидуально составить программу. Она может быть и не интенсивной, она может быть оздоровительной. И это все кроссфит может быть тоже. То есть в первую очередь мы должны понимать то, что кроссфит готовит нас к жизни. Мы в жизни поднимаем тяжести, переносим их. Кроссфит учит делать это правильно. То есть немалые нагрузки все-таки присутствуют, но не обязательно быть подготовленным спортсменом, чтобы прийти в кроссфит. Абсолютно любого уровня. И любого возраста также. Хорошо. Допустим, опасные движения, интенсивная нагрузка. Это все не дает какого-то, чересчур, чрезмерного может быть, какой-то опасности? Не представляет? Если это делать неправильно, без тренера, то возможно. К этому нужно идти очень медленно, осторожно и технически правильно выполнять движение, которое научит тебя тренер. То есть только при руководстве чутком тренера это все происходит? Обязательно. Как и в любом спорте, я считаю. Самому прийти и с нуля начать что-то делать, это неправильно. Ага. То есть, хорошо. А кроссфит – это еще и соревновательная дисциплина, правильно? Да. То есть проводятся какие-то конкурсы, я так понимаю, соревнования, как-то происходят все турниры? Да. Ну, отбирается какое-то количество людей. Так. Сначала оглашается уровень какой-то, это может быть любительский, новички, элита, самый профессиональный уровень. Вот. Отбирается 20, 30, 40, 50 человек, сколько соберется, и между ними проводится турнир. Он может идти день, может идти два. Они в течение дня делают комплексы, которые мы составляем. Занимают места в каждом комплексе, получают очки. Ну, и по истечению этих соревнований тот, кто набрал максимальное количество очков во всех дисциплинах, побеждает. Ага. Хорошо, а вы как давно занимаетесь? Непосредственно вы кроссфитом? Я около трех лет. Так. Я чуть меньше, около двух. Кто кого привел? Или это было не связано? А мы познакомились, наверное, уже на площадке, кстати, кроссфита. И почему же вы решили внедрять этот вид спорта, эту разновидность тренировок в нашей стране? Почему именно? Ну, наверное, потому что уже надоело все остальное. Уже скучно очень, а здесь совершенно все по-другому. Здесь создается такой, как бы, семейный комьюнити. Вы приходите на тренировку, вы здороваетесь, общаетесь, вы видите задание одно для всех. И вы боретесь между собой. Это круто, весело. Хорошо. Я знаю, что вы проводите акцию. Вот буквально совсем скоро это будет освещение кроссфита для обывателей. Расскажите о ней подробнее. Когда, где, для кого и кто может принимать участие вообще? Это будут любительские соревнования по кроссфиту. Проходить они будут 7-8 июля. Так. 7 июля будут проходить на стадионе «Динамо». Восьмого на площадке одного из фитнес-клубов. Угу. Так. А кто же может принимать участие? Абсолютно. Все. Уровень любительский для обычных посетителей зала. То есть любой желающий может прийти и стать… Никаких сложных движений не будет. Будут все те движения, которые сможет выполнить каждый. Угу. Проверить себя просто. Хорошо. А по времени это будет в течение целого дня, правильно? Сниму 8-го. Нет, это будет где-то полдня занимать. Да, с утра до середины дня максимум. Хорошо. Будем надеяться, что обязательно кто-то придет еще новый. Не только те, кто уже этим занимаются кроссфитом. И станут адептами этого вида тренировок. Спасибо вам большое, ребята. Вам спортивных успехов. Увидимся с вами на кроссфите. Спасибо. А мы продолжаем нашу утреннюю программу. Доброе утро, коллеги. И удачного дня всем вам, дорогие телезрители. В этот час мы уже готовы поделиться с вами некоторыми новостями. Сотрудники детсадов получат право на неделю дополнительного отпуска. Соответствующее соглашение до 2020 года подписала министр образования Моника Бабук совместно с председателем Федерации профсоюзов сферы образования и науки Геннадием Доносом. В дополнение к 28-дневному ежегодному отпуску сотрудники, работающие в яслях, детских садах и общинных центрах раннего образования теперь смогут получить еще 7 календарных дней отдыха. Соответствующее дополнительное соглашение коллективному договору на 2016-2020 годы было подписано министром образования Моникой Бабук, а также председателем Федерации профсоюзов сферы образования и науки Геннадием Доносом. Также, согласно документу, было принято решение о том, чтобы трудоустройство дидактического непреподавательского состава, административно-хозяйственного, вспомогательного и обслуживающего персонала производилось путем заключения индивидуального трудового договора, к которому будет прилагаться должностная инструкция. В ходе встречи Моника Бабук отметила важность сотрудничества между ведомством и Федерацией профсоюзов сферы образования и науки, а также подчеркнула, что общей целью является продвижение открытого и конструктивного диалога с целью улучшения существующей нормативной базы, способной обеспечить социальную защиту работников в сфере образования. В свою очередь, Геннадий Донос выразил удовлетворение результатами, полученными совместной рабочей группой, которая разработала это дополнительное соглашение и отметил эффективное сотрудничество с министерством. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и совместно работать над улучшением ситуации в системе образования. Исполнилось 4 года со дня подписания соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Евросоюзом. Благодаря европейской поддержке наша страна получила гранты в объеме 900 миллионов евро, а также безвизовый режим. Не менее важно и то, что экспортеры получили доступ к рынку, состоящему из полумиллиарда потребителей, и что значительная часть молдавских товаров в Европу ввозится без таможенных пошлин. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Демократическая партия Молдовы ничего не выиграла от аннулирования местных выборов в Кишинеу и не намерена вмешиваться в работу системы правосудия. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель парламента Андриан Канду, находящийся с рабочим визитом в США. Также спикер отметил, что демократическая партия, членом которой является ИОН, не будет вмешиваться в дела правосудия. По словам председателя парламента, такое вмешательство недопустимо, и власть ни для кого не делает исключений. Тем временем, внимание властей будет сосредоточено на реализации реформ в области юстиции, которые помогут модернизировать эту систему, подчеркнул Канду. Начальник бюро по связям с диаспорой Ольга Копту подала в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Копту поблагодарила всех, кто работал с ней в команде, и отметила, что в Молдове еще предстоит сделать многое в вопросах, связанных с развитием страны, иммиграцией и диаспорой. Эта область, подчеркнула Копту, должна стать одной из приоритетных для государства, и ни одна стратегия страны не может быть разработана без учета граждан из диаспорой. Отметим, что распоряжение о назначении Копту начальником бюро по связям с диаспорой было подписано премьером Павлом Филиппом. Ранее эту должность занимал Валерий Туря. Молдова в списке стран, на рынке которых нет яблок местного производства, если не считать ранних сортов. Об этом сообщает аналитический портал East Fruit, где представлена информация о рынках овощей и фруктов от Востока до Евросоюза. Нет яблок местного производства и на российском рынке, а также на рынке Таджикистана. Чего, однако, не скажешь о Польше и Украине, где по-прежнему очень много урожая яблок 2017 года, несмотря на заморозки весной прошлого года. Отметим, что самые дорогие импортные яблоки на рынке Таджикистана, а самые дешевые – в Украине. Около двух тысяч граждан Молдовы сдавали свою недвижимость в аренду без уплаты соответствующего налога со своих доходов в бюджет. Такие данные опубликовала Государственная налоговая инспекция. В ходе проверок налоговиков за первые пять месяцев с начала текущего года в бюджет поступило почти 400 тысяч леев от налогообложения физлиц, которые сдавали в аренду жилье третьим лицам без соответствующего контракта. Сумма платежей в виде уплаты налога со сдачи недвижимости в аренду составила свыше 340 тысяч леев. Штраф за просрочку уплаты данного налога достиг 38,5 тысяч, а штраф за неуплату налога составил 13,5 тысяч леев. Всего за отчетный период налоговики зарегистрировали 3750 контрактов о сдаче физическими лицами недвижимости в аренду другим физлицам. Учения по гражданской защите прошли в двух детских садах муниципия Камрад. В процессе учений сотрудники Управления чрезвычайных ситуаций автономии отработали мероприятия по эвакуации детей и персонала при землетрясении. Руководители дошкольных образовательных учреждений продемонстрировали знания по ликвидации последствий землетрясения. Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, проводить спасательные работы по извлечению пострадавших из-под завалов и оказание им первой медицинской помощи. Также администрацию детсадов проинструктировали о правилах поведения на воде в летний период и по оказанию первой помощи при утоплении. В Террасполе обсудили организацию проведения Приднестровского международного инвестиционного экономического форума, который состоится 11-12 октября. На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с политической стабильностью, экономической самодостаточностью и социальной справедливостью. Так, в блоке экономики будут отражены вопросы инвестиционного характера, вопросы, связанные с подготовкой специалистов для экономики, инфраструктурными изменениями, дорожными картами, бюджетно-налоговой политикой. Блок политики касается обсуждения хода диалога между руководством региона и гражданским обществом. А социальный блок затронет социальную политику государства за 2017 и 9 месяцев 2018 года. А теперь перейдем к новостям спорта. Легкоатлетка Александра Емельянова стала двукратной чемпионкой балканских игр, которые проходили в турецком Стамбуле. Она завоевала две медали – в метании молота и толкании ядра. Так, в метании диска молдавская спортсменка показала результат 58 метров 26 сантиметров. Это почти на 8 метров лучший результат от турчанки Алзим Бечерек. Легкоатлетка из Молдовы Алина Андрицкий заняла третье место в метании молота, Алексей Олейник стал четвертым в метании копья, а Сильвия Ротарь заняла пятое место в беге на 400 метров. В июле спортсменки Андрицкий и Емельянова примут участие в Кубке мира в Финляндии. Ливни с грозами и шквалистый ветер. Такую погоду в Молдове прогнозируют синоптики. При этом столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Желтый код метеоопасности будет действовать до субботы 30 июня. Гидрологи предупреждают, из-за обильных осадков уровень воды в реках вырастет почти на метр и возможно подтопление сельхозучастков. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям призывает предприятия проверить и укрепить дамбы. Жителям страны напоминают, что для вызова спасателей следует звонить по единому номеру 112. Дожди пройдут и в соседних странах. В Румынии, на востоке и юго-востоке страны объявлен желтый код метеоопасности, а в некоторых регионах – оранжевый. Ливни прогнозируют и украинские синоптики. А на данный момент наш утренний новостной блок завершен. Всем еще раз желаю удачного дня и, коллеги, вам слово. Спасибо за то, что всегда держишь нас в курсе последних событий. Это были новости, ну а мы продолжаем наше утро. Есть такая известная поговорка – кто не рискует, тот не пьет шампанское. Но, знаете ли, рисковать ничем не нужно и, в принципе, эта поговорка не относится к тем, кто проводит много времени, управляя своим транспортным средством. Потому что специально для этих людей мы совместно с нашим топливным партнером компанией «Вента» проводим розыгрыш 2000 леев и дисконтной картой, с помощью которой можно заправляться во все сети автозаправочных станций этой компании. Чтобы стать обладателем этого приза, достаточно отправить слово «Вента» прямо сейчас на номер, который вы видите на экране. И, вероятно, именно вам в конце этого месяца в розыгрыше улыбнется удача. Генеральный спонсор передачи – Нес Кафе. Данный материал содержит элементы рекламы. Вот это удача! 59-летний австралиец по имени Карло Массет из Сиднея, это в штате Новый Южный Уэльс, выиграл в лотерею дважды за одну неделю. Причем выигрыш его составил 2,5 миллиона австралийских долларов, что приравнивается к 1,5 миллионам американских. И это был первый выигрыш. После этого он купил еще билеты и выиграл еще 48 тысяч австралийских долларов. Сразу после этого сделал пожертвование в 50 тысяч австралийских долларов в пользу больницы Святого Винсента, отделению по лечению болезней сердца и легких. Как сказал победитель, я очень уважаю эту больницу, был рад помочь ей, чем могу. И, кстати, по его словам, за всю жизнь он выигрывал в лотерею 5 раз. И каждый раз это были крупные суммы. Вот это счастливчик, а? Ну и, как отмечают статистики, выиграть в лотерею в Австралии составляет примерно 50 к 1. А повезет ли сегодня представителям вашего знака зодиака, узнаем совсем скоро в нашем гороскопе. Овен. Звезды сулят удачу в любой деятельности, однако ваша активность может обернуться усталостью и апатией. Важная встреча в этот день изменит вашу судьбу. Телец. Благодаря заряду энергии и азартному настрою вы быстро выполните все дела. Будут благоприятные деловые встречи и общение с близкими людьми. Близнецы. Возникнут сложности в делах, финансовые проблемы. Избегайте участия в конфликтах и спорах. Оставайтесь сторонним наблюдателем. Рак. Возникнет шанс воплотить в жизнь оригинальные идеи. Удачно пройдут поездки, экскурсии. Время, проведенное в одиночестве, поможет разобраться в себе и сделать правильный выбор. Лев. Вам удастся решить многие проблемы, возможно, денежная прибыль. В этот день вы сможете расширить круг общения и познакомиться с необычными людьми и новыми взглядами на мир. Дева. Вам будет сопутствовать успех. Удастся осуществить старые замыслы. Представится возможность делать карьеру. Вечером вероятны раздоры с родными. Весы. Настроение будет замечательным. Благодаря настойчивости и целеустремленности получится реализовать планы. Совместная прогулка с товарищами на свежем воздухе укрепит дружбу. Вечер посвятите составлению бюджета или уборки в доме. Скорпион. Вы станете решительными и бодрыми. День будет благоприятным для принятия серьезного решения. Настроение поднимет новость, которую расскажут друзья. Вечером поразмышляйте над планами на будущее. Стрелец. Вы сможете выполнить все запланированное. Не показывайте в этот день упрямство и не отстаивайте с пеной у рта свои интересы. Следите за тем, что говорите. Иначе наживете врагов. Козирог. Избегайте резкости в высказываниях при общении с близкими людьми. Иначе можете испортить отношения с ними. Это подходящее время для покупок, путешествий и командировок. Водолей. Придется поменять план действий, чтобы достичь успеха в делах. День выдастся удачным для инвестирования. Будьте осмотрительнее в дороге. Рыбы. Вы завершите дела, над которыми упорно трудились, и определитесь с будущими планами. Общение с окружающими будет доверительным. Вы расскажете близкому человеку тайну, которая вас беспокоит. И получите хороший совет. Актер, режиссер, продюсер, сценарист. Это все Рудгер Хауэр. Его фильмография насчитывает более 184 работ. И первую роль он получил в 5 лет. И вряд ли найдется тот, кто не видел фильмов с его участием. Это и «Бегущий по лезвию», и «Турецкие наслаждения», и «Леди Ястреб», и «Попутчик», и «Побег из Собибора». Но многое в судьбе артиста произошло по воле счастливого случая. О нем наш следующий сюжет. Помните? 90-е годы, и все мечтают добыть видеокассету с очередным американским боевиком. Голубоглазый красавец Рудгер Хауэр – герой именно той эпохи. Слепая ярость, бегущий по лезвию, «Леди Ястреб». Рудгер Хауэр был словно рожден, чтобы играть крутых героев экшен-боевиков. Забавно, что в реальной жизни он не собирался становиться актером. Ему были по душе более, как он сам говорил, мужские профессии – моряка, военного или рабочего. Но судьба распорядилась иначе. А всему виной, как часто бывает в жизни, счастливый случай. Рудгер родился в оккупированной нацистами Голландии. Мама и папа его умудрили всю войну проработать актерами. А что такое послевоенное детство в такой интеллигентской нищете? Когда всю страну, в буквальном смысле этого слова, из руин поднимали настоящие мужчины, родители Рудгера давали никому ненужные уроки в театральной школе. Хауэр обрастал комплексами. Ему казалось, ну, невозможно найти более бесполезного занятия, чем давать веселые спектакли в такие трудные для страны времена. А еще это вечная брошенность. Мама с папой месяцами странствуют с гастролями по Европе, пытаясь заработать какие-то гроши. А Рудгер и трое его сестер то с няньками, то у соседей, то вовсе одни. И отголоском войны постоянный страх бомбежки. Вот так и сложилось, что Рудгер возненавидел актерскую профессию, считая ее лживой и никчемной. Единственным примером для подражания стал дедушка, старый моряк, прошедший войну. Его истории мальчик был готов слушать часами. Рудгеру 15 лет, и он сбегает из дома, чтобы наняться матросом на торговый корабль своего деда. Ведь там настоящая жизнь. И вот целый год он драет палубу, учит приветствия на иностранных языках и вот так вот смотрит на мир. Пакистан, Канада, Сайгон, Сингапур, Персидский залив. Казалось бы, все, мечта определена. Годы спустя в интервью Хаур будет признаваться, что это занятие так и осталось навсегда его любимым. Но, видимо, у судьбы были на этого парня совершенно другие планы. Хауэру было 17 лет, когда во время очередной медицинской комиссии его внезапно задержал в кабинете врач-окулист. «Есть разговор», – сказал он молодому человеку, который уже готовился к очередному плаванию на другой конец земного шара. Вначале Рудгер даже не поверил своим ушам. Этот диагноз ставил крест на только начавшейся карьере. Оказалось, что он дальтоник и не различает цвета. При таком отклонении речи о работе моряком и быть не могло. Представляете, вы выбрали дело жизни, а вам говорят, что из-за какой-то мелочи вы не годитесь. А ведь я больше не был ребенком и должен был зарабатывать. И да, ему ничего другого не оставалось, кроме как отправиться в вечернюю актерскую школу, куда помог поступить отец. Однем он трудился – то слесарем, то плотником, то электриком. Выучился сам по книгам и умудрился еще и стать неплохим специалистом. Именно как разнорабочий Рудгер получал свои первые зарплаты. Рукастый парень приобрел неплохую репутацию, его стали рекомендовать друг другу почтенные жители города. Трудно ответить сейчас на вопрос, что это было – юношеский протест или так проявленный талант, но факт остается фактом. Перспектива стать актером отодвигалась от Хауэра все дальше. Кто же мог знать, что все перевернет с ног на голову случай? Однажды Хауэру, уже известному к тому времени ремесленнику, поступил заказ на плотницкую работу в театре. Нужно было поправить какие-то деревянные декорации. И вот в то утро он что-то мастерил прямо на сцене, когда в зал заглянул какой-то неизвестный молодой человек. Как выяснилось позже, это был начинающий режиссер Пол Верховен, который в этом театре проводил пробы для своего телепроекта «Флорис». Ну, это такая голландская версия «Айвенго». И все никак не мог найти актера на главную роль. И кто-то из актеров в шутку сказал – поговори с нашим плотником. Он когда-то учился в актерской школе и отлично управляется с оружием и инструментами. Я чисто из интереса подошел к этому парню поболтать. Он стоял с какой-то дрелью, весь взмыленный, и его безумные голубые глаза. Я сразу возразил – конечно, я не буду пробоваться на эту роль. Я не актер, а плотник. А Пол рассказал мне про героя. И я подумал – надо же, как этот персонаж напоминает мне деда, простого и настоящего работягу. И Рутгер получил первую в жизни серьезную роль. Кто мог знать, что эта работа станет началом одного из величайших творческих союзов в истории кино? Пол Верховен тоже хлебнул жуткого военного детства и искал своего подлинного героя-победителя. А Хауэр даже не предполагал, что кино окажется не только жеманством и фарсом, но станет отдушиной, способом рассказать миру о печалях и при этом остаться собой. Если бы не Верховен, у меня бы никогда не пробудился интерес к актерству. Флорес реально развернул мою судьбу на 180 градусов. Все изменилось в одночасье. Это был мой счастливый билет. Великолепно. А ты учишься письмо всего три дня? Спустя пару лет эти два голландца внезапно еще и начали диктовать моду Голливуду. Фильм «Турецкие сладости» и сразу номинация на Оскара. «Оранжевый солдат», «Плоти кровь», а потом уже «Бегущий по лезвию» и миллионы поклонников по всему миру. Все эти мгновения затеряются во времени, как слезы в дожде. Согласитесь, судьба часто пишет более непредсказуемый сценарий, чем мы сами можем придумать. И иногда настоящий счастливый случай – это встреча с человеком, который поможет правильно прочитать этот жизненный сценарий и не проворонить подлинную мечту. С новым утром вас! И снова с добрым утром вас! Те, кто к нам только-только присоединился, приветствуем. Хотим отметить, что машут вам ручкой с утра Таисса Разумовская. Дмитрий Спиваков. И, конечно же, что мы это делаем вместе с чашкой кофе на скафе «Голд». Хотя ручками он не машет. Но сегодня мы поведаем вам массу всего полезного. Например, как надо петь, чтобы увидеть Париж. Расскажем, что такое кроссфит и как им правильно заниматься. И еще о том, где же развлекаются современные сталкеры. Вот об этом и о многом другом с подробностями ровно через секунду. Но сперва о сегодняшнем дне в истории. 28 июня 1940 года в результате ультиматума, выдвинутого Советским Союзом румынской стороне, территория Бессарабии, оккупируемая Румынией, с 1918 года была полностью освобождена. Долгие годы эта дата была очень важным праздником для жителей нашей страны. Пока в 2010 году Росчерком Пира, исполняющий обязанности президента Республики Молдовы Михаил Гимпу, не постановил, что 28 июня 1940 года – это день советской оккупации. В 1946 году на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа». Для своего времени «Победа» была прогрессивным изобретением и отличалась великолепной отделкой и оборудованием. Бескрылая форма кузова позволила расширить пространство салона, предоставить больше комфорта и места пассажирам. На Горьковском автомобильном заводе «Победа» выпускалась до 1958 года, и всего было выпущено более 240 тысяч автомобилей этой марки. И в продолжении транспортной тематики про карусели ходит очень много слухов и суеверий, про них написано множество рассказов, но все они сходятся в одном. Есть в этом что-то особенное, карусель – штука все-таки хитрая. И катание на ней определенно что-то меняет в этом мире. А сегодня пусть будет день карусельной лошадки, на которой просто обязан прокатиться даже каждый взрослый в нашем мире. Ой, ну когда взрослый катается на карусельной лошадке, это вообще прекрасно. Ну и пару слов о именинах. Сегодня именины отмечают Григорий, Ефремов, Густин, Феодора и Амос. В Молдове отметили День музыки, который ежегодно празднуется в июне во Франции. В нашем городе отметили Вечер французских песен. Прошел он под девизом «Музыка» – это единственный посол, не нуждающийся в переводчике. На фестивале выступили лауреаты вокального конкурса «Шантонами», что переводится как «Споем, друзья». Волнение, оценка жюри, распределение призовых мест остались позади в марте. Сейчас уже не конкурсанты, а победители собрались не соревноваться, но провести праздничный вечер, объединяющий силы музыки. На фестивале то и дело была слышна французская речь. Сюда пришли педагоги, композиторы и просто ценители искусства. Цель этого праздника была донести до каждого музыку. И главное – показать, идентифицировать молодых, тех людей, которые любят музыку, разные жанры. Многие исполнители готовились к празднику очень тщательно. Брали уроки вокала и уроки французского. Учили тексты песен и работали над произношением. Мы должны объединиться вот под этим девизом «музыка». И каждый язык, он имеет свою музыкальность, свою специфичность. И особенно французский язык, он очень музыкальный и очень мягкий. Тонкость французского и изящество нот на конкурсе продемонстрировала Алина Самонати. Она исполнила песню «Патриси Касс» «Мадемазель Шантеля Блюз». Ею и открыла нынешний праздник. Убедила девушка в марте жюри своим артистизмом и вокальными данными. Легкое черное платье, изящные манеры, шляпа помогли создать гармоничный образ. Алина выиграла гран-при и поездку во Францию. Я очень рада, что благодаря этому конкурсу смогу отправиться в Париже. До сих пор я уделяла большое внимание учебе, профессиональной карьере и не думала о путешествии. День музыки во Франции празднует более 30 лет. В этот день песни звучат везде – в концертных залах, на улицах, в квартирах. А в Молдове это событие стали отмечать несколько лет назад. Четырежды избранный на пост мэра Пёс выходит на пенсию. Собаке по кличке Дюк в этом году исполнилось 13 лет, что весьма немалый возраст для представителей его семейства. Пёсик выполнял обязанности мэра города Кармарант штата Миннесота с 2014 года. Был четырежды переизбран, хорошо потрудился, но теперь состарился и выходит на пенсию. Кармарант – городок небольшой, всего-то тысяча жителей. Но он стал примером торжества справедливости и демократии. Мэр там переизбирается ежегодно, никакого застоя в верхах власти. И поучаствовать в выборах может каждый, кто найдет всего-то один доллар для взноса. Потом эти деньги уходят на благотворительность. И в далеком 2014 году Пёс расположил себе практически всех жителей этого городка, оставив далеко позади своего главного конкурента – владельца местного магазинчика. В 2015 году Пёс по кличке Дюк повторил свой успех. Помимо этого он даже успел поучаствовать в выставке, во всемирной выставке собак, получил титул «Собака года». Он, кстати, является гордым представителем семейства Пиренейских горных. В 2016 году Дюк снова стал мэром, а в 2017 еще раз завоевал любовь горожан. В общем, Дюк был хорошим мэром и за четыре года ни разу жалобы на его службу не поступало. Но, однако, всему хорошему рано или поздно, как известно, приходит конец. И теперь-то Пёс уже не молод, ему не так-то легко выполнять обязанности мэра города, представлять свое правление в других государствах, в других странах, сиять на билбордах, участвовать в парадах. Тяжело ему, устал. Утомительно он уходит на покой, что, следовательно, означает, что он будет жить на ферме своего хозяина по имени Дэвид Рик. Ну, приятно, когда у тебя есть пёс, который является мэром города. Представляешь? Символичненько. Доброе утро, коллеги, и удачного дня всем вам, дорогие телезрители. В этот час мы уже готовы поделиться с вами некоторыми новостями. Сотрудники детсадов получат право на неделю дополнительного отпуска. Соответствующее соглашение до 2020 года подписала министр образования Моника Бабук совместно с председателем Федерации профсоюзов сферы образования и науки Геннадием Доносом. В дополнение к 28-дневному ежегодному отпуску сотрудники, работающие в яслях, детских садах и общинных центрах раннего образования теперь смогут получить еще семь календарных дней отдыха. Соответствующее дополнительное соглашение коллективному договору на 2016-2020 годы было подписано министром образования Моникой Бабук, а также председателем Федерации профсоюзов сферы образования и науки Геннадием Доносом. Также, согласно документу, было принято решение о том, чтобы трудоустройство дидактического непреподавательского состава административно-хозяйственного, вспомогательного и обслуживающего персонала производилось путем заключения индивидуального трудового договора, к которому будет прилагаться должностная инструкция. В ходе встречи Моника Бабук отметила важность сотрудничества между ведомством и Федерацией профсоюзов сферы образования и науки, а также подчеркнула, что общей целью является продвижение открытого и конструктивного диалога с целью улучшения существующей нормативной базы, способной обеспечить социальную защиту работников в сфере образования. В свою очередь Геннадий Донос выразил удовлетворение результатами, полученными совместной рабочей группой, которая разработала это дополнительное соглашение и отметил эффективное сотрудничество с министерством. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и совместно работать над улучшением ситуации в системе образования. Исполнилось 4 года со дня подписания соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Евросоюзом. Благодаря европейской поддержке наша страна получила гранты в объеме 900 миллионов евро, а также безвизовый режим. Не менее важно и то, что экспортеры получили доступ к рынку, состоящему из полумиллиарда потребителей, и что значительная часть молдавских товаров в Европу ввозится без таможенных пошлин. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Демократическая партия Молдовы ничего не выиграла от аннулирования местных выборов в Кишинеу и не намерена вмешиваться в работу системы правосудия. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель парламента Андриан Канду, находящийся с рабочим визитом в США. Также спикер отметил, что демократическая партия, членом которой является и он, не будет вмешиваться в дела правосудия. По словам председателя парламента, такое вмешательство недопустимо, и власть ни для кого не делает исключений. Тем временем, внимание властей будет сосредоточено на реализации реформ в области юстиции, которые помогут модернизировать эту систему, подчеркнул Канду. Начальник бюро по связям с диаспорой Ольга Копту подала в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Копту поблагодарила всех, кто работал с ней в команде, и отметила, что в Молдове еще предстоит сделать многое в вопросах, связанных с развитием страны, иммиграцией и диаспорой. Эта область, подчеркнула Копту, должна стать одной из приоритетных для государства, и ни одна стратегия страны не может быть разработана без учета граждан из диаспорой. Отметим, что распоряжение о назначении Копту начальником бюро по связям с диаспорой было подписано премьером Павлом Филиппом. Ранее эту должность занимал Валерий Туря. Молдова, в списке стран, на рынке которых нет яблок местного производства, если не считать ранних сортов. Об этом сообщает аналитический портал East Fruit, где представлена информация о рынках овощей и фруктов от Востока до Евросоюза. Нет яблок местного производства и на российском рынке, а также на рынке Таджикистана. Чего, однако, не скажешь о Польше и Украине, где по-прежнему очень много урожая яблок 2017 года, несмотря на заморозки весной прошлого года. Отметим, что самые дорогие импортные яблоки на рынке Таджикистана, а самые дешевые в Украине. Около двух тысяч граждан Молдовы сдавали свою недвижимость в аренду без уплаты соответствующего налога со своих доходов в бюджет. Такие данные опубликовала Государственная налоговая инспекция. В ходе проверок налоговиков за первые пять месяцев с начала текущего года в бюджет поступило почти 400 тысяч леев от налогообложения физлиц, которые сдавали в аренду жилье третьим лицам без соответствующего контракта. Сумма платежей в виде уплаты налога со сдачи недвижимости в аренду составила свыше 340 тысяч леев. Штраф за просрочку уплаты данного налога достиг 38,5 тысяч, а штраф за неуплату налога составил 13,5 тысяч леев. Всего за отчетный период налоговики зарегистрировали 3750 контрактов о сдаче физическими лицами недвижимости в аренду другим физлицам. Учения по гражданской защите прошли в двух детских садах муниципия Комрад. В процессе учений сотрудники Управления чрезвычайных ситуаций автономии отработали мероприятия по эвакуации детей и персонала при землетрясении. Руководители дошкольных образовательных учреждений продемонстрировали знания по ликвидации последствий землетрясения, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, проводить спасательные работы по извлечению пострадавших из-под завалов и оказание им первой медицинской помощи. Также администрацию детсадов проинструктировали о правилах поведения на воде в летний период и по оказанию первой помощи при утоплении. В Тирасполе обсудили организацию проведения Приднестровского международного инвестиционного экономического форума, который состоится 11-12 октября. На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с политической стабильностью, экономической самодостаточностью и социальной справедливостью. Так, в блоке экономики будут отражены вопросы инвестиционного характера, вопросы, связанные с подготовкой специалистов для экономики, инфраструктурными изменениями, дорожными картами, бюджетно-налоговой политикой. Блок политики касается обсуждения хода диалога между руководством региона и гражданским обществом. А социальный блок затронет социальную политику государства за 2017 и 9 месяцев 2018 года. А теперь перейдем к новостям спорта. Легкоатлетка Александра Емельянова стала двукратной чемпионкой балканских игр, которые проходили в турецком Стамбуле. Она завоевала две медали в метании молота и толкании ядра. Так, в метании диска молдавская спортсменка показала результат 58 метров 26 сантиметров. Это почти на 8 метров лучший результат от турчанки Алзим Бечерек. Легкоатлетка из Молдовы Алина Андрицкий заняла третье место в метании молота, Алексей Олейник стал четвертым в метании копья, а Сильвия Ротарь заняла пятое место в беге на 400 метров. В июле спортсменки Андрицкий и Емельянова примут участие в Кубке мира в Финляндии. Ливни с грозами и шквалистый ветер. Такую погоду в Молдове прогнозируют синоптики. При этом столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Желтый код метеоопасности будет действовать до субботы 30 июня. Гидрологи предупреждают, из-за обильных осадков уровень воды в реках вырастет почти на метр и возможно подтопление сельхозучастков. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям призывает предприятия проверить и укрепить дамбы. Жителям страны напоминают, что для вызова спасателей следует звонить по единому номеру 112. Дожди пройдут и в соседних странах. В Румынии, на востоке и юго-востоке страны объявлен желтый код метеоопасности, а в некоторых регионах – оранжевый. Ливни прогнозируют и украинские синоптики. А на данный момент наш утренний новостной блок завершен. Всем еще раз желаю удачного дня и, коллеги, вам слово. Спасибо за то, что всегда держишь нас в курсе последних событий. Это были новости, ну а мы продолжаем наше утро. Сегодня четверг на календаре, и каждому из нас к концу недели уже хочется сделать такую маленькую паузу. Так вот, в нашем эфире маленькую паузу хочется сделать и нам. Короткая реклама, после чего обязательно вернемся. Данный материал содержит элементы рекламы. Не горит, не мокнет, не тонет, не мерзнет. Что это может быть? Это отнюдь не загадка. Это новая разработка российских ученых. Специальная ткань, которую они представили совсем недавно. Эта ткань может применяться благодаря своим свойствам в различных сферах, но в первую очередь о ней мечтали спасатели. Сказочные доспехи. Иначе костюм спасателей пожарного, который можно применять даже в Арктике, не назовешь. Он одинаково хорошо защищает от экстремального холода и от дикой жары. Технология внутренних слоев известна. Мембранные материалы наподобие тех, что применяют в спортивной одежде. Главное же ноу-хау – ткань, что на поверхности. Состоит из композиции аримидных и аромидных волокон. И она позволяет выдерживать диапазон температур фактически от минус 120 до плюс 400 градусов. Плюс 400 – это то, что написано в технической документации. Но разработчики явно перестраховались. Проведем эксперимент и усилим нагрев больше, чем втрое. Предыдущие поколения материалов от такой жары просто исчезают. Но здесь все иначе. Впрочем, наш лабораторный опыт – ничто по сравнению с тем, что провели сами разработчики. Происходящее больше напоминает огненное шоу. Чтобы снять такое, потребовались 250 литров пропана и услуги профессионального каскадера. Но ткани-то испытывают не только на стойкость к высоким температурам. Еще ее подвергают глубокой заморозке. Это климатическая камера, температура внутри которой составляет минус 60 градусов Цельсия. Собственно, в ней мы проводим испытания нашей защитной ткани, которая при взаимодействии с водой не должна становиться хрупкой. После сильного охлаждения материал тестируют на разрывной машине. Он не должен становиться хрупким и терять гибкость. Как видите, материал остается мягким даже при таком минусе – 196 градусов. И, наконец, еще одно полезное свойство – он отталкивает воду. Этот костюм не промокает. А если получится так, что даже и вовнутрь попадет вода, все равно свойство его не поменяется, он не потрескается, не поломается. И свою задачу спасти жизнь спасателя в этих экстремальных условиях, он свою задачу выполнит. Небольшими партиями эти защитные костюмы уже поступают спасателям. А в лаборатории думают над следующим, буквально космическим проектом. И собираются создать ткань, что идеально подойдет для новых скафандров. Ученые одного из университетов Сеула выяснили главную опасность долгого сна для мужчин и женщин. Но я понимаю, что мы, как утренние ведущие, не находимся в группе риска, и слава богу. В исследовании приняли участие люди в возрасте от 40 до 69 лет. Ученые собирали информацию о их образе жизни, наличии спортивной составляющей их жизни. Кроме того, о диетах и всевозможных заболеваниях. И специалисты выяснили, что оптимальная продолжительность сна для людей этой возрастной группы от 6 до 8 часов. У людей, спавших менее означенного времени, фиксировалось резкое повышение уровня сахара в крови. А у тех, кто наоборот, спал больше остальных, происходил скачок холестерина. Также эксперты установили, что слишком короткий сон оказался вреден для мужчин. А для женщин, оказывается, вреднее сон продолжительный. Специалисты отметили, что люди, которые спали менее 6 часов или больше 9-10 часов в сутки, чаще всего страдали метаболическим синдромом. Кроме того, любители поспать рискуют заполучить букет хронических заболеваний. Помимо этого, столкнутся с нарушениями работы мозга и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну а как быть красивой, даже если у вас хронический недосып, об этом знает Кристина Курачева. Посмотрим в нашем следующем сюжете. Синий и голубой Вызывает доверие и формирует впечатление серьезности. На протяжении веков он играл только главные роли. И надо отдать ему должное. Играл гениально. Это самый холодный цвет. Он ассоциируется со сдержанностью, доверием и профессионализмом. Данный цвет необходим, если нужно восстановить равновесие в жизни. Красный – это всегда вызов, страсть и риск. Он заявляет о себе громко и смело. Никаких полумер, только пик эмоций. Этот цвет буквально проходит красной нитью через работы многих выдающихся модельеров. Красный обожает Валентина. Его боготворили Диор, Коко Шанель. Оранжевый наполнен радостью, весельем и оптимизмом. Он вносит необыкновенное оживление и настраивает на позитив. Его дар привлекать внимание не имеет себе равных. Удивительно, но из всех цветов именно оранжевый до сих пор остается самым непонятным и недооцененным. В нашей жизни он иногда появляется благодаря быстротечным модным тенденциям. Желтый цвет открывает чувства, радует сердце и согревает душу. Он может быть возбуждающим и экспрессивным, но никогда унылым и скучным. Он подходит тем, кто не уверен в себе и тем, кому требуется привлечь к себе внимание. Особенно летом оттенки желтого бодрят и расслабляют одновременно. Зеленый цвет многогранен. Он может быть беззаботно веселым, изыскенно романтичным или по-военному строгим. Век за веком зеленый с завидным постоянством доказывает свою лояльность по отношению к другим цветам. Он не вытесняет, не стремится выбиться в лидеры. Он просто есть. И за это его любят и носят абсолютно все. Богатые и бедные, взрослые и дети, мужчины и женщины. Темные оттенки демонстрируют решительность и силу. Фиолетовый наполнен тайной и страстью. Изыскан и аристократичен. Расширяет воображение творческих людей. Его внутренняя энергетика не знает себе равных. И в Сен-Лоран сделал фиолетовый цвет самым роскошным и представительным в мире высокой моды. На сегодня это один из самых актуальных цветов. Ну и напоследок обсудим классику всех времен. Черный, белый и серый. Элегантный черный несет в себе огромную внутреннюю силу. Яркий, белый разливается чистым и целомудренным светом. А серый сама загадка. Данные цвета используют круглый год. Для них нет ограничений. Они могут быть сексуальными, элегантными, строгими и даже загадочными. И цветовое правило. Не давайте цвету управлять вами. Берите власть в свои руки. Научитесь обращать его лучшие свойства в свою пользу, чтобы всегда оставаться необычайно привлекательными. Заброшенные места. Есть в них что-то такое мистическое. Именно поэтому у таких мест огромное количество поклонников, которые водят туда экскурсии. А отчеты о своих путешествиях выкладывают в сеть. Такие ролики набирают тысячи просмотров. Посмотрим с вами и мы. По одиночке в таких местах не ходят. Впрочем, и толпами тоже. Хотя когда-то в аквапарк приезжали тысячи туристов, семей с детьми. Сейчас здесь только вандалы и сталкеры. Безлюдный ландшафт заброшенного парка развлечений. Это пострашнее комнаты ужасов. Кажется, что все грубом вымерло. И самое светлое навсегда осталось в прошлом. Зато какой простор для оператора с камерой. Я бы тоже не рискнула идти. Под тобой пропасть, страховки никакой. Мало ли что случится. А как насчет оказаться в пасти дракона? Чудовище развлеклось посреди озера. Поднявшись по бетонному пищеводу, не забудьте оставить на дыху отметку о посещении. А это один из старейших парков Японии. Открыт в 1961 году. Но когда рядом с Токио построили настоящий Диснейленд, страну грез закрыли, и теперь она напоминает сцены из парка Юрского периода. Главная достопримечательность – высоченные американские горки. Проржавели, наполовину сгнили, но авторы этого ролика готов на все ради подписчиков своего канала. У него их три миллиона. Если честно, стоит приехать в Японию хотя бы ради этого. Восхождения на американские горки такого у меня еще не было. В вершине открывается потрясающий вид. Точнее, открывался. Парк остался лишь в видеозаписях. Полгода назад все сравняли с землей. Жаль, конечно. Но время рушит, гранитные замки и занесет песком города. Это Калманскоп, город-призрак в Намибии. В начале прошлого года в этих песках стали находить крупицы алмазов. Городок мгновенно наполнили европейцев. В пустыне выросли дома, школы, больницы, даже стадион. Но запасы алмазов быстро иссякли. Природа посмеялась над людьми, занесла Калманскоп песком, тем самым, на который они возлагали столько надежд. Самая большая мечта фотографа побывать в таком месте. Смертельно прекрасном месте. Игра света и тени, да и само место заставляет задуматься о том, что ничто не вечно, даже алмаза. Может, искусство? Увы, и оно тоже подернуто тлением. Залы роскошного театра Орфео. В Массачусетсе уже полвека не слышали аплодисментов публике. Ложа пустует в ожидании очень важных персон. Театр не оправдал себя с коммерческой точки зрения, и поэтому был закрыт. Как и этот отель класса люкс, его строили явно не для простых смертных. Интересно, кто мог позволить себе отдыхать здесь? И чей-то бюст стоит в зале. Действительно, многие интерьеры прекрасно сохранились. На полах ковры, в ресторане даже посуда цела. Рояль заботливо укрыт чехлом. А это зал караоке. Как будто гости только что вышли подышать свежим воздухом, и аппаратуру не умыкнули. Не факт, что она работает, но все же. Представьте, что еще недавно люди собирались здесь, потягивали коктейли, пели песни, а потом отправлялись в бассейн освежиться. Но не все объекты сталкером по зубам. Гостиница Рюген, самый высокий недостроенный отель в мире, еще не покорен. 105-этажный колосс, зловеще зависят порталами Пхеньяна. Подходы к нему охраняют военные, не забывайте, это Северная Корея. А это Северная Корона, наш российский долгострой. Гостиницы в Санкт-Петербурге хотели открыть, к 300-летию города не вышло. Говорят, в номерах уже и сантехнику подключили. Обогреватели пока остались на месте. Единственное, что, конечно, стены начали покрываться плесенью. Как видим, все было готово к тому, чтобы принять гостей. Но незваным гостям охрана не очень-то рада. Иногда любителям индустриального экстрима приходится делать ноги. Впрочем, разрешение они ни у кого не спрашивают и ходят без стука. Вот и законсервированная АЭС. Еще недавно в зал управления реактором пускали только избранных. Сегодня можно понажимать кнопки на пульте, ничего не произойдет. Заброшенная станция метро, подземные галереи, платформы, полы, по которым десятки лет не ступала нога человека. Сталкера не в счет. А эти парни проникли на заброшенный рудник. В штольню сбрасывали отслужившие свой век автомобили. За месяц этот ролик набрал более миллиона просмотров. Сумасшедшая фотосессия. Клянусь, мы сняли уникальное видео. Здесь сотни, может, тысячи машин. А сколько еще на дне? И мы сделали это. На некоторых объектах еще теплится жизнь. Заводской цех ни работников, ни станков. И лишь огромный кран-балка словно ждал своего часа. Ребята случайно что-то включили и тут началось. Конечно, все эти путешествия на свой страх и риск. Понятно, что потенциально опасные объекты должны быть надежно защищены. Но раз со сталкерами бороться бесполезно, значит, нужно организовывать их. За рубежом это давно поняли и теперь устраивают экскурсии по таким местам с гидом, микрофоном и в полной экипировке для безопасности. Нечто подобное могли бы организовать и у нас. От желающих не было бы отбоя. Ведь есть, есть что посмотреть. К примеру, боевой корабль «Дружный». В Писме он 10 лет стоял у причала в Москве. Сначала хотели устроить в нем казино, а потом оставили на растерзание вандалом. Желающих спасти боевой корабль не нашлось, сдали на металлолом. А ведь можно было восстановить и с гордостью показывать тем же подросткам. Пусть для сталкеров он перестал бы существовать как объект, но одним музеем в стране стало бы больше. ЗОЖ нынче моден и спорт действительно входит в тренд. К счастью и к здоровью всех окружающих. Сегодняшним утром у нас в гостях атлеты и тренера по кроссфиту, победитель чемпионата Республика Молдова по кроссфиту и дважды победитель международных соревнований по кроссфиту в Москве Маринченко Юрий и Леонид Носков. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Расскажите вообще, что такое кроссфит? Осветите, пожалуйста, этот вопрос, потому что не всем ясна вообще суть его, ясно? Кроссфит – это спорт силовой физической подготовки, функциональные движения, постоянно варьируемые, то есть под этим мы понимаем то, что в одном задании у нас могут быть задания из тяжелой атлетики, из гимнастики, из легкой атлетики, гиревой спорт и так далее. И все это, как правило, выполняется с высокой интенсивностью. Так, хорошо, с этим ясно. То есть обычных тренировок в зале уже мало? Или все-таки? Ну да, мы уже больше как бы стараемся разнообразить тренировки, чтобы они всегда отличались друг от друга. Получается, наша каждая тренировка не похожа на предыдущую. Тренировка отличается. Отличается ли результат? Ну, конечно, да. С каждым днем, с каждой тренировкой мы прогрессируем. Иногда повторяем какие-то движения, чтобы посмотреть, насколько мы выросли за период. То есть интенсивность действительно тренировок таких дает больше пользы, чем обыкновенные? Конечно. У нас есть временные рамки, в которые мы должны уложиться и показать максимально. Ну, в каждом комплексе разные рамки временные, да. Но в любом случае нужно сделать задание максимально быстро. Хорошо. А почему же тогда об этой разновидности занятия стало широко известно у нас в стране только в прошлом году? Почему? Это относительно новый вид спорта. В мировой практике ему всего лишь около 20 лет. То есть это начало 2000-х. Соответственно, до нас он дошел, к сожалению, только... В последнюю очередь. Да, да, да. Может быть, еще не в последнюю. Но я так понимаю, что вы делаете все для того, чтобы народ о нем узнал. Хорошо. А стоит ли всем повально увлекаться кроссфитом? Есть ли какие-то противопоказания? Ну, противопоказания есть, только если это от врача, и это если что-то очень серьезное. Если есть какие-то ограничения физической подвижности, и то можно индивидуально составить программу. Она может быть и не интенсивной, она может быть оздоровительной. И это все кроссфит может быть тоже. То есть в первую очередь мы должны понимать то, что кроссфит готовит нас к жизни. Мы в жизни поднимаем тяжести, переносим их. Кроссфит учит делать это правильно. То есть немалые нагрузки все-таки присутствуют, но не обязательно быть подготовленным спортсменом, чтобы прийти в кроссфит. Абсолютно любого уровня. И любого возраста также. Хорошо. А допустим, опасные движения, интенсивная нагрузка, это все не дает какого-то, какого-то, чересчур, чрезмерного, может быть, какой-то опасности, не представляет? Если это делать неправильно, без тренера, то возможно. К этому нужно идти очень медленно, осторожно, и технически правильно выполнять движения, которые научит тебя тренер. То есть только при руководстве чутком тренера это все происходит, да? Обязательно, да, обязательно. Как и в любом спорте, я считаю. Самому прийти и с нуля начать что-то делать, это неправильно. Ага, то есть хорошо. А кроссфит – это еще и соревновательная дисциплина, правильно? Да. То есть проводятся какие-то конкурсы, я так понимаю, соревнования. Как это происходит все, турниры? Да. Ну, отбирается какое-то количество людей. Так. Сначала оглашается уровень какой-то. Это может быть любительский, новички, элита, самый профессиональный уровень. Вот. Отбирается 20, 30, 40, 50 человек, сколько соберется, и между ними проводится турнир. Он может идти день, может идти два. Они в течение дня делают комплексы, которые мы составляем. Занимают места в каждом комплексе, получают очки. Ну и по истечению этих соревнований тот, кто набрал максимальное количество очков во всех дисциплинах, побеждает. Ага. Хорошо, а вы как давно занимаетесь? Непосредственно вы кроссфитом? Я около трех лет. Так. Я чуть меньше, около двух. Кто кого привел? Или это было не связано? А мы познакомились, наверное, уже… На площадке кроссфита. На площадке, кстати, кроссфита, да. И почему же вы решили внедрять этот вид спорта, эту разновидность тренировок в нашей стране? Почему именно? Ну, наверное, потому что уже надоело все остальное. Уже скучно очень. А здесь совершенно все по-другому. Здесь создается такой, как бы, семейный комьюнити. Вы приходите на тренировку, вы здороваетесь, общаетесь. Вы видите задание одно для всех. И вы боретесь между собой. Это круто, весело. Хорошо. Я знаю, что вы проводите акцию. Вот буквально совсем скоро. Это будет освещение кроссфита для обывателей. Расскажите о ней подробнее. Когда, где, для кого и кто может принимать участие вообще? Это будут любительские соревнования по кроссфиту. Проходить они будут 7-8 июля. 7 июля будут проходить на стадионе «Динамо». 8-го на площадке одного из фитнес-клубов. Так, а кто же может принимать участие? Абсолютно. Все. Уровень любительский для обычных посетителей зала. То есть любой желающий может прийти и стать... Никаких сложных движений не будет. Будут все те движения, которые сможет выполнить каждый. Проверить себя просто. Хорошо. А по времени это будет в течение целого дня, правильно? 7-8. Нет, это будет где-то полдня занимать. Да, с утра до середины дня максимум. Хорошо. Будем надеяться, что обязательно кто-то придет еще новый. Не только те, кто уже этим занимаются кроссфитом. И станут адептами этого вида тренировок. Спасибо вам большое, ребята. Вам спортивных успехов. Увидимся с вами на кроссфите. Спасибо. А мы продолжаем нашу утреннюю программу. Есть такая известная поговорка. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Но, знаете ли, рисковать ничем не нужно. И, в принципе, эта поговорка не относится к тем, кто проводит много времени, управляя своим транспортным средством. Потому что специально для этих людей мы совместно с нашим топливным партнером компанией Вента проводим розыгрыш 2000 леев и дисконтной картой, с помощью которой можно заправляться во все сети автозаправочных станций этой компании. Чтобы стать обладателем этого приза, достаточно отправить слово Вента прямо сейчас на номер, который вы видите на экране. И, вероятно, именно вам в конце этого месяца в розыгрыше улыбнется удача. Генеральный спонсор передачи Нес Кафе Данный материал содержит элементы рекламы. Романтичный китаец устроил небольшой армагеддон в отеле. Примерно такими словами можно озаглавить эту новость. Итак, молодой китаец по фамилии Джан серьезно подготовился к самому важному событию в своей жизни. Влюбленный снял номер в отеле, выложил из восьми свечей сердечко на полу и начал дожидаться своей возлюбленной. Создав в номере романтическую атмосферу, Джан ушел за своей возлюбленной, оставив свечи непотушенными. Но вы понимаете, что разжег он, конечно же, не только пламя страсти. К тому моменту, как Джан вернулся в отель, этаж был охвачен огнем, везде основали пожарные и, естественно, огромное количество дыма мешало дышать постояльцам. Пожарная команда города Хучжоу городского округа Китая подозревает, что пожар начался, когда одна из свечей упала на ковер. К счастью, пожар удалось быстро потушить и никто не пострадал. Однако у влюбленной пары, вероятно, потенциальный медовый месяц откладывается в силу того, что теперь-то пылающий страстью Джан должен возместить ущерб отелю размером 38 тысяч долларов. И это за сгоревший номер, который он снял, и еще за семь других, которые пострадали в результате этого пожара. Что самое обидное, до сих пор неизвестно, как ответила девушка на его старания, согласилась ли стать его супругой или все-таки подумала, зачем ей такой удачливый молодой человек. Но, тем не менее, то, что он обратил ее внимание на свои старания, это однозначно. Доброе утро, коллеги, и удачного дня всем вам, дорогие телезрители. В этот час мы уже готовы поделиться с вами некоторыми новостями. Сотрудники детсадов получат право на неделю дополнительного отпуска. Соответствующее соглашение до 2020 года подписала министр образования Моника Бабук совместно с председателем Федерации профсоюзов сферы образования и науки Геннадием Доносом. В дополнение к 28-дневному ежегодному отпуску сотрудники, работающие в яслях, детских садах и общинных центрах раннего образования, теперь смогут получить еще семь календарных дней отдыха. Соответствующее дополнительное соглашение к коллективному договору на 2016-2020 годы было подписано министром образования Моникой Бабук, а также председателем Федерации профсоюзов сферы образования и науки Геннадием Доносом. Также, согласно документу, было принято решение о том, чтобы трудоустройство дидактического непреподавательского состава административно-хозяйственного, вспомогательного и обслуживающего персонала производилось путем заключения индивидуального трудового договора, к которому будет прилагаться должностная инструкция. В ходе встречи Моника Бабук отметила важность сотрудничества между ведомством и Федерацией профсоюзов сферы образования и науки, а также подчеркнула, что общей целью является продвижение открытого и конструктивного диалога с целью улучшения существующей нормативной базы, способной обеспечить социальную защиту работников в сфере образования. В свою очередь, Геннадий Донос выразил удовлетворение результатами, полученными совместной рабочей группой, которая разработала это дополнительное соглашение и отметил эффективное сотрудничество с министерством. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и совместно работать над улучшением ситуации в системе образования. Исполнилось 4 года со дня подписания соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Евросоюзом. Благодаря европейской поддержке наша страна получила гранты в объеме 900 миллионов евро, а также безвизовый режим. Не менее важно и то, что экспортеры получили доступ к рынку, состоящему из полумиллиарда потребителей, и что значительная часть молдавских товаров в Европу ввозится без таможенных пошлин. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Демократическая партия Молдовы ничего не выиграла от аннулирования местных выборов в Кишинеу и не намерена вмешиваться в работу системы правосудия. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель парламента Андриан Канду, находящийся с рабочим визитом в США. Также спикер отметил, что демократическая партия, членом которой является и он, не будет вмешиваться в дела правосудия. По словам председателя парламента, такое вмешательство недопустимо, и власть ни для кого не делает исключений. Тем временем, внимание властей будет сосредоточено на реализации реформ в области юстиции, которые помогут модернизировать эту систему, подчеркнул Канду. Начальник бюро по связям с диаспорой Ольга Копту подала в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Копту поблагодарила всех, кто работал с ней в команде, и отметила, что в Молдове еще предстоит сделать многое в вопросах, связанных с развитием страны, иммиграцией и диаспорой. Эта область, подчеркнула Копту, должна стать одной из приоритетных для государства, и ни одна стратегия страны не может быть разработана без учета граждан из диаспорой. Отметим, что распоряжение о назначении Копту начальником бюро по связям с диаспорой было подписано премьером Павлом Филиппом. Ранее эту должность занимал Валерий Туря. Молдова, в списке стран, на рынке которых нет яблок местного производства, если не считать ранних сортов. Об этом сообщает аналитический портал East Fruit, где представлена информация о рынках овощей и фруктов от Востока до Евросоюза. Нет яблок местного производства и на российском рынке, а также на рынке Таджикистана. Чего, однако, не скажешь о Польше и Украине, где по-прежнему очень много урожая яблок 2017 года, несмотря на заморозки весной прошлого года. Отметим, что самые дорогие импортные яблоки на рынке Таджикистана, а самые дешевые в Украине. Около двух тысяч граждан Молдовы сдавали свою недвижимость в аренду без уплаты соответствующего налога со своих доходов в бюджет. Такие данные опубликовала Государственная налоговая инспекция. В ходе проверок налоговиков за первые пять месяцев с начала текущего года в бюджет поступило почти 400 тысяч леев от налогообложения физлиц, которые сдавали в аренду жилье третьим лицам без соответствующего контракта. Сумма платежей в виде уплаты налога со сдачи недвижимости в аренду составила свыше 340 тысяч леев. Штраф за просрочку уплаты данного налога достиг 38,5 тысяч, а штраф за неуплату налога составил 13,5 тысяч леев. Всего за отчетный период налоговики зарегистрировали 3750 контрактов о сдаче физическими лицами недвижимости в аренду другим физлицам. А теперь перейдем к новостям спорта. Легкоатлетка Александра Емельянова стала двукратной чемпионкой балканских игр, которые проходили в турецком Стамбуле. Она завоевала две медали в метании молота и толкании ядра. Так в метании диска молдавская спортсменка показала результат 58 метров 26 сантиметров. Это почти на 8 метров лучший результат от турчанки Алзим-Бечерек. Легкоатлетка из Молдовы Алина Андрицкий заняла третье место в метании молота, Алексей Олейник стал четвертым в метании копья. А Сильвия Ротарь заняла пятое место в беге на 400 метров. В июле спортсменки Андрицкий и Емельянова примут участие в Кубке мира в Финляндии. Ливни с грозами и шквалистый ветер. Такую погоду в Молдове прогнозируют синоптики, при этом столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Желтый код метеоопасности будет действовать до субботы 30 июня. Гидрологи предупреждают, из-за обильных осадков уровень воды в реках вырастет почти на метр и возможно подтопление сельхозучастков. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям призывает предприятия проверить и укрепить дамбы. Жителям страны напоминают, что для вызова спасателей следует звонить по единому номеру 112. Дожди пройдут и в соседних странах. В Румынии, на востоке и юго-востоке страны объявлен желтый код метеоопасности, а в некоторых регионах – оранжевый. Ливни прогнозируют и украинские синоптики. А теперь перенесемся в российскую столицу, где проходит чемпионат мира по футболу. Московское метро уверенно держится в лидерах как самый популярный вид транспорта в период Мундиаля. Не менее востребованы сейчас и услуги такси. Тем более, что иностранные болельщики оценили мобильное приложение для заказа машины. Многие предпочитают именно так добираться до стадионов и фан-зон. В свою очередь и московские таксисты ведут активную борьбу за клиента. Вот только не всегда честно. Таксистам хоть и раздали разговорники на английском, французском и немецком, дальше зазубренных приветствий большинство не продвинулись. Иностранцы недоумевают, почему их не забирают в нужном месте, у Большого театра, например, или на Манежной площади. А водители просто не могут объяснить, что остановка здесь запрещена. Он мимо проехал. Я звоню. Почему не остановились? А он по-английски не говорит. Так и уехал. Иностранные болельщики оценили преимущества отечественных агрегаторов. Даже название улиц на русском научились вводить без ошибок. Для нас это очень удобно. И это дешевле, чем в Бразилии, где мы живем. Проблема в том, что во время ключевых игр чемпионата таксисты желают заработать по максимуму. Отключаются от агрегаторов. Это искусственно повышает спрос, а значит и цену поездки. Машин нет на линии. Никто не хочет работать. Смысл работать по агрегатору, отдавать проценты за заказы, когда я могу без заказа сам на себя. Это не российская проблема. У нас в Марокко таксисты пытаются с туристов взять больше. Хотя на цены жалуются не только иностранцы, но и россияне. Цены увеличились. Ну вот так вот на моей поездке по одному и тому же адресу, ну на 200 рублей точно. Если я 400 платила, то сейчас 600. Мы вызвали такси по стандартной цене и адекватно, недорого доехали. Проверяем сами. Просим двух марокканских болельщиков узнать стоимость проезда от центра до фан-зоны. Сколько? 2000. 2000 рублей? Да. Обычно такая поездка стоит не больше 500 за клиента. Готовы заплатить в 4 раза больше. Разворачивается настоящая битва. Что ты хочешь от меня? Ну отойди от меня! Француз Фалид Камун за стандартную поездку из аэропорта Шереметьево в центр заплатил больше 8 раз. Ко мне подошли какие-то люди, предложили доехать за 8 с половиной тысяч. Я подумал, что это нормальная цена. У нас в Париже примерно столько же стоит. Только когда я приехал в гостиницу, мне объяснили, что это очень дорого. Но такие истории скорее исключения. За намеренный обман таксисты могут лишиться лицензии. А туристы между тем активно пересаживаются на общественный транспорт. В лидерах московское метро. Московское метро удобно, понятно и дешево и покрывает практически весь город. Самое лучшее передвижение, наверное, это метро московское. Потому что это удобно, дешево и безопасно. А на данный момент наш утренний новостной блок завершен. Всем еще раз желаю удачного дня и коллеги, вам слово. Спасибо за то, что всегда держишь нас в курсе последних событий. Это были новости, ну а мы продолжаем наше утро. И к новостям погоды, а точнее к новостям непогоды. В северной части Китая была зафиксирована сильнейшая песчаная буря. Огромные облака пыли образовались буквально за несколько минут. А очевидцы утверждают, что в эпицентре этой стихии ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. И хоть продлилась-то буря всего 15 минут, но после нее еще долго все оставалось в желтых оттенках. И дышать было категорически нечем. Еще сильный ветер оборвал линии электропередач. Борис Годунов. Фигура противоречивая, от этого не менее интересная. Историки до сих пор спорят о месте этой личности в истории России. Свой взгляд на это в первую очередь представят в скором времени российские кинематографисты. И в главный ролик, кто бы вы думали, Сергей Безруков. Борис Годунов завораживает размахом и величием. Многосерийная драма создается по всем правилам эпического кино. Звездный актерский состав, уникальный реквизит, более тысячи костюмов и грандиозные декорации. Клубное место, спасские ворота, грановитая палата. Все сделано на фантастическом уровне. Да, вот она, Красная площадь. Ощущение, что это действительно как машине времени переместилось в 16 век. Сергей Безруков с большим художественным тактом создает образ Бориса Годунова, показывая героя с неожиданной стороны. Роль первого на Руси избранного царя, сильной и противоречивой исторической фигуры, актер считает большой удачей. Для актера подарок, когда ты можешь играть в становлении личности, причем совсем юного, молодого, полного честолюбия и планов, до человека, который приходит к власти и пытается в данном случае противостоять, может быть, какому-то року и судьбе. Создатели фильма погрузились во времена драматических событий и попытались понять, кем же на самом деле был Борис Годунов. Мудрым политиком и реформатором или бескомпромиссным, расчетливым человеком, стремившись к власти. В великолепных интерьерах будут приниматься судьбоносные решения и разворачиваться события, влияющие на ход истории. Слыхивала, народила она мне царевича. Роль эксцентричного самодержца исполнил непревзойденный Сергей Маковецкий. Мы, слава тебе Господи, не сделали того, что он пугает кого-то, что он злодей, что он страшен. Нет, мы постарались сделать его эмоционально странным. Да, он был не очень сдержанный человек, но кроме этой спульчивости он же все-таки живой человек. У него же есть ощущение ума и юмора. Раскрывая государственные тайны, авторы не забудут и о личной жизни правителя. Любовная линия станет украшением картины. Следить за семейной жизнью и развитием отношений Бориса Годунова и его жены Марии будет невероятно интересно. Светлана Ходченкова получила возможность исполнить несвойственную для себя роль и создала объемный образ, передав остроумие, силу и темперамент своей героине. Для меня эта героиня абсолютно неоднозначна. Отношения персонажа начинаются с неводить тебе прям любви. С первого взгляда наоборот. Моя героиня холодно воспринимает и ухаживание, и потом уже брак, венчание с Борисом Годуновым. Но потом все это перерастает, конечно, в невероятную любовь, в невероятную драму. Зрителей ждет грандиозное кино. Захватывающая авантюрная драма о судьбе одного из самых ярких и загадочных фигур российской истории перенесет на несколько веков назад и порадует великолепными актерскими работами, роскошным визуальным пиршеством и мощным интригующим сюжетом, оторваться от которого будет невозможно. Вот это удача! 59-летний австралиец по имени Карло Массет из Сиднея, это в штате Новый Южный Уэльс, выиграл в лотерею дважды за одну неделю. Причем выигрыш его составил 2,5 миллиона австралийских долларов, что приравнивается к полутора миллионам американских. И это был первый выигрыш. После этого он купил еще билеты и выиграл еще 48 тысяч австралийских долларов. Сразу после этого сделал пожертвование в 50 тысяч австралийских долларов в пользу больницы Святого Винсента, отделению по лечению болезней сердца и легких. Как сказал победитель, я очень уважаю эту больницу и был рад помочь ей, чем могу. И, кстати, по его словам, за всю жизнь он выигрывал в лотерею 5 раз. И каждый раз это были крупные суммы. Вот это счастливчик, а? Ну и, как отмечают статистики, выиграть в лотерею в Австралии составляет примерно 50 к 1. А повезет ли сегодня представителям вашего знака зодиака, узнаем совсем скоро в нашем гороскопе. Овен. Звезды сулят удачу в любой деятельности, однако ваша активность может обернуться усталостью и апатией. Важная встреча в этот день изменит вашу судьбу. Телец. Благодаря заряду энергии и азартному настрою вы быстро выполните все дела. Будут благоприятные деловые встречи и общение с близкими людьми. Близнецы. Возникнут сложности в делах, финансовые проблемы. Избегайте участия в конфликтах и спорах. Оставайтесь сторонним наблюдателем. Рак. Возникнет шанс воплотить в жизнь оригинальные идеи. Удачно пройдут поездки, экскурсии. Время, проведенное в одиночестве, поможет разобраться в себе и сделать правильный выбор. Лев. Вам удастся решить многие проблемы, возможно, денежная прибыль. В этот день вы сможете расширить круг общения и познакомиться с необычными людьми и новыми взглядами на мир. Дева. Вам будет сопутствовать успех. Удастся осуществить старые замыслы. Представится возможность делать карьеру. Вечером вероятны раздоры с родными. Весы. Настроение будет замечательным. Благодаря настойчивости и целеустремленности получится реализовать планы. Совместная прогулка с товарищами на свежем воздухе укрепит дружбу. Вечер посвятите составлению бюджета или уборке в доме. Скорпион. Вы станете решительными и бодрыми. День будет благоприятным для принятия серьезного решения. Настроение поднимет новость, которую расскажут друзья. Вечером поразмышляйте над планами на будущее. Стрелец. Вы сможете выполнить все запланированное. Не показывайте в этот день упрямство и не отстаивайте с пеной у рта свои интересы. Следите за тем, что говорите, иначе наживете врагов. Козирог. Избегайте резкости высказываний при общении с близкими людьми, иначе можете испортить отношения с ними. Это подходящее время для покупок, путешествий и командировок. Водолей. Придется поменять план действий, чтобы достичь успеха в делах. День выдастся удачным для инвестирования. Будьте осмотрительнее в дороге. Рыбы. Вы завершите дела, над которыми упорно трудились, и определитесь с будущими планами. Общение с окружающими будет доверительным. Вы расскажете близкому человеку тайну, которая вас беспокоит, и получите хороший совет. Таким было новое утро четверга. С вами его начинали ты с Разумовская. Дмитрий Спиваков. И, конечно же, бодрились мы с помощью чашечки кофе Нес Кафе Го. Увидимся с вами завтра в пятницу. Ура! В пятницу в 7 утра здесь же на РТР Молдова. До завтра. Данный материал содержит элементы рекламы. Одежда ведущей предоставлена магазином Орсей. Генеральный спонсор передачи Нес Кафе.